Всем доброго времени суток! Добро пожаловать ко мне на канал! Меня зовут Ирина. Сегодня у меня видео мотивация. Замотивировать вас хочу на уборку в комнате. Такую уборку я делаю постоянно для поддержания чистоты и порядка. Начинаю уборку с кровати. Постельное белье я не убираю, оно у меня чистое. Я его стирала на выходных, поэтому все просто поправляю, расправляю и заправляю постель одеялом, а сверху пледом. Хочу сказать, что квартира у нас небольшая, поэтому стараемся ее не захламлять ненужными вещами. И уборка всегда проходит у меня по отработанной схеме. А это моя помощница. Она мне помогает и проверяет за мной, все ли я убрала. Без нее никуда. После того, как я убрала постель ребенка, я перехожу к своему дивану и приступаю к его уборке. Также складываю постельное белье и убираю его. Диван я складываю, чтобы в комнате было попросторнее и места казалось побольше. После я перехожу к окну, убираю утюг, который ставлю всегда после глажки белья и начинаю вытирать пыль и убирать опавшие листочки и мусор от цветов. Подоконник это такое место в доме, где постоянно что-то скапливается и убираться там приходится чуть ли не каждый день. Поэтому подоконник я всегда стараюсь одержать в чистоте, да и пыли на нем скапливается достаточно много. Переставила в этот раз местами горшки. Заметила, что сохнут листочки у цветка. Видимо, это все-таки от батареи. И также протираю батарею от пыли. Уже давно собираюсь заняться цветами, пересадить их, купить одинаковые горшки, рассадить их уже некоторые надо, цветочки. Но никак не хватает времени и руки не доходят. Но я думаю, что в скором времени я этим все-таки займусь. Потом у меня по плану уборка тумбы под телевизором. Там у меня стоят LED светильники из фикс прайса, крем для лица, пульт от телевизора, да и многое, что еще может там лежать. Тумба эта у нас в основном стоит пустая. Я ее не наполняю и даже убрала стеклянные полки внутри по боковым отделам, чтобы туда пыль не оседала. Ко мне приезжает подруга с маленьким ребенком и в целях безопасности я все убрала. Вытираю пыль также и на телевизоре и по всей тумбе. Вообще эту тумбу я хотела увезти на дачу, но она так и не уехала никуда и прижилась здесь. Еще раз повторюсь, что квартира у нас небольшая, однокомнатная и слишком много мебели, конечно, в нее не впихнешь. Поэтому стараемся обходиться самым необходимым и не захламлять квартиру, чтобы было только все самое необходимое. Заканчиваю уборку тумбы и перехожу уже к мытью пола. Ну и заключительным этапом моей уборки является мытье пола. Добавляю моющее средство и приступаю к мытью. Смачиваю швабру и мою пол. Так как у нас в доме собака, пол я мою каждый день после работы, вечером прихожу и вот так быстренько раз-раз и мою. Потому что если не помыть один день полу, на следующий день он будет еще больше грязный. Сами понимаете, шерсть собачья, она летит ежесекундно. Поэтому для чистоты надо пол смыть каждый день. Всем спасибо, кто был со мной на протяжении всего этого видео. Если видео мотивация вам понравилась, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok